Мы сейчас находимся в ситуации, когда метод экстраполяции не срабатывает. Мы находимся в кризисной ситуации, в точке бифуркации. И нынешняя опричнина, если она будет, она, безусловно, будет нести на себе отпечаток мирового кризиса. Этот кризис связан с кризисом капиталистической системы. И одной из задач этой опричнины будет выход из кризиса. То есть нынешняя опричнина будет значительно тяжелее, чем сталинской, петровской и грозненской. И есть еще одна неприятная вещь по поводу русских опричнин. В России опричнина вводилась тогда, когда Россия переживала кризис. Но все крупные русские кризисы были элементом крупных мировых кризисов. Ну, например, Грозненское время и смута, последовавшие за ним, были элементом кризиса длинного 16 века. И у нас опричнина и наша смута, они совпали с европейским временем. Это была прелюдия к 30-летней войне. Если говорить о революционных событиях начала 20 века и о той опричнине, то все эти события были частью или прелюдией к 30-летней войне 20 века, 1914-1945 годов. Ну и не дай бог, если эти потрясения наши, они окажутся так сложиться, что они будут прелюдией к некой новой войне. Хотя совершенно понятно, что мы живем в предвоенную эпоху. Вопрос в том, те конфликты, которые, безусловно, начнут ускоряться с 20-х годов 21 века, будет ли это глобальный конфликт? Или, я думаю, что скорее второй вариант, это будет нечто похожее на 30-летнюю войну. Что такое была 30-летняя война? Это была совокупность четырех очень крупных локальных конфликтов. Продолжение следует...